Можешь повторить это? Ты был католиком? Она была мусульманкой. Она была мусульманкой. Потом, когда ты хотел сделать это с ней, она сказала, что это Харам. Да. Но потом она делала другие харамные вещи. Да. Так что ты говоришь, что это, по сути, лицемерие. Да. Но ты сказал, что раньше ты был мусульманином. Поэтому я не понял. Теперь я иудей. Хорошо. То есть ты был католиком-мусульманином, сейчас иудей. Можешь провести меня по этой временной шкале? Я был воспитан католиком. Хорошо. Когда мне было 14-15 лет, я стал мусульманином. Хорошо. А потом я перешел в иудаизм. Хорошо. И вот где я сейчас нахожусь. Во-первых, твоя семья католики? Да. А потом ты решил стать мусульманином 14-15 лет. Да. А потом ты подумал, знаешь что, это не для меня, я хочу стать иудеем. Да. Но по расе ты не еврей. По расе я не еврей. Я еврей в религиозном отношении. Как ты обратился? Куда ты пошел? Или просто сам по себе? Я сам по себе. Хорошо. Потому что они не примут тебя. Я знаю, что они не примут меня. Ладно. Особенно потому что я выгляжу как мужчина. Да. Но я родилась женщиной. Хорошо. Это теперь новая тема, которую нужно обсудить. Хорошо. Так что да, я поговорю об этом. Хорошо, поговорим об этом. Да, я не против обсудить что угодно. Но прежде чем мы перейдем к разбору ситуации мужчины и женщины, можем ли мы сначала поговорить о причине, по которой ты оставила ислам? Которая, как ты говоришь, заставила тебя оставить ислам. Потому что ты приняла ислам. Да. Я не знаю, сколько ты узнала, когда была мусульманкой. Практиковала ли ты ислам? Ты молилась? Я начала молиться, я начала практиковать. Я буквально сидела там каждый день, стараясь изо всех сил. В итоге я отказалась от веры после того, как между мной и ним произошло травмирующее событие. Ладно, хорошо. И когда я подняла этот вопрос перед другими мусульманами... Ладно. Они сказали мне, что Бог все равно покарает меня. Ладно, я не знаю, как я еду, мусульмане. Да, верно. Хорошо. То есть ты говоришь, что причина твоего ухода была эмоциональной. Вот что ты говоришь. Да. Хорошо, то есть... Но я по-прежнему испытываю большое уважение к исламу. А также к католицизму. Но я не понимаю, почему иудаизм? В чем разница? Синагога, которая говорила со мной, была очень открыта к трансгендерным людям, приходившим в синагогу и принимавшим иудаизм. Они были в порядке, вот почему я принял иудаизм. Они были теми, кто поддерживал меня, когда я начала свое преобразование. То есть все это не имеет отношения к рациональности. Это просто эмоции, о которых ты говоришь. В основном это эмоции. А также, как я себя чувствую как человек. Да, это эмоции. Очевидно, что у каждого есть эмоции, у каждого есть субъективный опыт. Я полностью это понимаю. Хорошо. Могу я спросить, откуда ты родом? Член твоей семьи. Откуда они? Пуэрто Рико. Пуэрто Рико. Хорошо. Итак, позволь мне тогда задать такой вопрос. Могут ли чувства быть указателем того, что объективно истина, а что объективно ложно? Они могут быть объективно вынужденными? Нет, нет. Лжи. Правда и ложь. Нет проблем. Если ты что-то не понимаешь, может быть, из-за акцента и все такое? Потому что я не из США. Можешь переспросить. Нет, я все понимаю, прошу, продолжай. Так что я просто говорю, можем ли мы использовать эмоции в качестве арбитера, чтобы определить, что объективно верно – истина, а что объективно ложно – ложь. Это интересно, потому что я верю, что если есть явная истина, твои чувства не могут этого отрицать. Но это как бы не ответ на вопрос. Действительно? Да. Потому что разве ты не сказала бы, что есть определенные люди, которые испытывают определенные чувства, и эти чувства не обязательно являются правильными в том, что мы считаем правильным или неправильным? Да. Так что чувства не являются арбитером правильного или неправильного, но они скажут «я так чувствую», верно? Мы скажем «хорошо, не важно, что ты чувствуешь, все равно то, что ты делаешь неправильно». Верно? Да. Нельзя этого делать. Вот почему есть законы. Эти законы не заботятся о твоих чувствах. О, да. Так что многим людям не нравятся законы. Я уверен, что люди вынуждены следовать им, потому что они не основаны на чувствах. Верно? Так ты сама, как ты определяешь, что правильно, а что нет? Я следую своей морали. Об этом я и говорю. Мораль – это о том, что правильно и неправильно. Я спрашиваю, как ты определяешь моральные учения, моральные ценности или моральные решения? На самом деле, я часто ссылаюсь на Коран, когда дело доходит до этого. Хорошо, это интересно. Почему ты не ссылаешься на Тору или Талмуд, который является объяснением Торы библейскими раввинами? Потому что они не согласуются друг с другом, они отличаются. Почему ты не ссылаешься на них? Потому что они противоречат друг другу. Но Коран – это одно писание и одно полное писание, которое говорит обо всем правдиво, без противоречий. Хорошо. Оно не смягчает, оно не смягчает слова, оно ничего не меняет. Хорошо. Коран не был изменен, а Библия и Тора были изменены. Хорошо. Так причина, по которой ты следишь Коран, заключается в том, что Коран не меняется. А как насчет той части Корана, которая говорит, что ты рожден мужчиной или женщиной? Ты рожден тем, кем ты являешься. Ведь когда дело касается Корана, Коран не основан на чувствах. Да. Как насчет этой части? Это те части, где я в замешательстве. Потому что я здесь очевидно выгляжу как мужчина. Хорошо. И я делаю все возможные с медицинской точки зрения, чтобы стать мужчиной. Хорошо. Так что, позволь мне прояснить это. Ты родился или родилась? Какой у тебя был пол при рождении? Женской. Женской. То есть ты принимаешь гормоны? Да, я на гормонах. Оу. Хорошо. Я сделал операцию и все такое. Хорошо. Ладно, ладно. Я просто не могу определить тебя наверняка. Так что в этом смысле Америка опасна, когда дело доходит до этого. Да. Хорошо. Так что ты родилась женщиной? Да. А потом ты принимала гормоны и ты изменилась? Да. Хорошо. Хорошо. Но кем ты считаешь себя? Такой вопрос. Я считаю себя мужчиной. Я прошла через все это физически, эмоционально и духовно. Когда ты приняла это решение? С 15, 14 или 12 лет? Да, даже до этого. Хорошо. Количество людей, которые меняют свой пол в США по сравнению с остальным миром. Ты ведь согласна, что нет никакого сравнения количества, огромного количества, которые делают это в США по сравнению с остальным миром? Ты согласна с этим? Я бы согласилась, но я бы также сказал, что было много незадокументированных случаев изменений. Они были уничтожены, как во время Освенцима. Нет, нет, я имею в виду сегодня. Сегодня? Да, я имею в виду сегодня. В наш день и век, в котором большинство западных стран по закону… Да. По закону на Западе тебе разрешено это делать. И на самом деле тебя защищают, как в Великобритании. В Великобритании тебе разрешено это делать. Я этого не знала. Конечно. Потому что либерализм захватил Запад в целом. Но я говорю, что здесь цифры больше, чем в остальном мире. Это вопрос, который я пытаюсь поставить. Я думаю, это сводится к духовности. Я бы сказал, что это сводится к культуре и обществу. Это тоже. И то, что общество навязывает тебе… Когда ты находишь безопасное убежище в ЛГБТ-группе в твоей школе, они как бы одаривают тебя объятиями и говорят, что мы принимаем все, что угодно. И тогда ты хочешь быть частью этого. И ты говоришь, знаете что? Я на самом деле тоже чувствую что-то другое. Или сегодня я идентифицирую себя, как бы ты ни была, чтобы быть частью этой группы или сообщества. Это ведь имеет смысл? То, что ты видишь здесь изо дня в день, это то, что происходит с большим количеством людей, которые делают это здесь, в США, по сравнению с остальным миром. По сравнению с остальным миром, да. Хорошо. Поэтому я бы сказал, что большую часть всего для человека, принимающего это решение, это подобный личный опыт. Позволь мне сейчас задать другой вопрос. И ты можешь не отвечать на этот вопрос, если не хочешь. Но когда дело касается твоего возрастления, происходило ли что-то наподобие насилия или чего-то в этом роде? Ты можешь этого не говорить, если тебе некомфортно. Да, происходило. Происходило. И что забавно, это происходило от того, кто был постоянным прихожанином в церкви. Нет, я спрашиваю независимо от религии, хорошо? Хорошо. Это были прямые члены семьи? Это были члены семьи. Это был отец? Нет. Мать? Нет. Ладно, это были прямые члены семьи или что-то около. Дядя? Дядя? Ладно. Ты знаешь, это просто вопрос. Потому что есть огромное количество людей, которые чувствуют себя или являются частью ЛГБЦ-сообщества и так далее. Большинство из них, и я не хочу говорить, что все, но большинство из них имели какой-то негативный опыт с членом семьи. Да. Я назову это негативный опыт. Ты бы сказала, что это очень распространено среди таких людей? Особенно среди тех, кого я знаю, это очень распространено. Хорошо. Сказала бы ты, что это справедливо, когда кто-то вне этой группы говорит, что есть какой-то намек, корреляция, причинно-следственная связь между этими двумя происходящими вещами? Сказала бы ты, что это имеет смысл? Да. И знаешь, достаточно удивительно, и это немыслово, но если вернуться на 50-60 лет назад, гомосексуальность или ЛГБТ или что-то подобное, в целом это было очень негативной вещью в обществе. Воспринималось как негативное явление. Да. И очевидно, это изменилось после сексуальной революции и всего этого. Но до сексуальной революции, если ты посмотришь на медицинские учебники, ты знаешь, какова была медицинская позиция по отношению к гомосексуализму или ЛГБТ-сообществу? Как они это называли? Они называли это психическим заболеванием? Хорошо. Связывали ли они это с родителями и насилием? Они не связывали это с родителями, они связывали это с внешним насилием. Я имею в виду насилие со стороны кого-то. Когда ты был маленьким? Да. Когда ты ребенок, в основном, когда ты был маленьким, происходило какое-то насилие. Особенно, когда дело касается мужчин-геев, они связывали это с тем, что их изнасиловали в детстве. Хорошо. Разве ты не сказал бы, что если бы это было так, то причина этого изменения... Согласилась бы ты, что причина этого изменения не была в науке? Так что это не то, что изменило позицию общества в отношении ЛГБТ или этой группы. Это не изменилось из-за науки. Но больше это произошло из-за общественного давления и социального давления. Сексуальная революция – это причина, по которой это изменилось. Нет. Так ты бы сказал, что это наука? Это много науки, которая наконец-то появилась. Хорошо. Это то, что я пыталась сказать немного ранее. Раньше было много книг о здоровье трансгендеров и трансгендерах. Например, о психическом здоровье и всем таком. Но все они были сожжены в Германии. И это не только в Германии, также в Греции. Но давай сейчас говорить о сегодня, хорошо? Потому что я знаю, что ты говоришь о прошлом в истории. Верно? Поэтому давай не говорить то, что было там. Потому что мы ведь не можем этого доказать. Я могу сказать, например, что было много книг о такой-то теме. Но все эти книги сожгли. Я не могу, по сути, доказать это утверждение, потому что их сейчас нет, верно? А мы можем говорить о сегодняшнем дне. Мы можем видеть это сегодня. И мы можем доказать это, верно? Да. Так что я говорю сегодня. Как сегодняшняя наука поддерживает идеологию, которая, например, находится в ЛГБТ-сообществе? Так что я возьму свой пример. Я трансгендер. Наука сегодня показывает, что у тех, кто совершает переход, на 42% меньше самоубийств. Кстати, я не думаю, что это точно. Наоборот, современные исследования показывают, что среди людей, которые совершают переход, самый высокий уровень самоубийств. Особенно потому, что много людей, которые делают эти операции в США, делают это в очень молодом возрасте. В это время они еще не могут принимать взвешенные решения, такое важное решение в своей жизни. И на самом деле мы можем поговорить о возрасте, верно? Да. Но в целом они еще не могут принять правильное решение из-за возраста. Поэтому, когда они становятся старше, это необратимо. И в большинстве случаев они в конечном итоге сожалеют. И многие из них в конечном итоге совершают самоубийство. И очень яркий пример близнецы Реймер. Ты слышала о близнецах Реймер? Да, слышала. Хорошо. И ты знаешь, что с ними случилось в конце? Они оба, по сути, покончили жизнь с собой, верно? Да. Их изменили, по сути, без их разрушения, когда они были маленькими. И если бы это было естественно, как сказали бы многие люди, они бы прожили свои жизни, верно? Но дело в том, что есть исследования, например, в Америке. Они начали проводить масштабные исследования в журнале Nature. Я уверен, что ты знаком с журналом Nature. Они провели исследование, и они поставили громкое название. Это не мои слова, это название исследования. Там говорится, что нет генов, отвечающих за гомосексуализм. И на это исследование были потрачены миллионы долларов. Это в 2019 или 2020 году. Это самая последняя наука, верно? И были изданы книги, например, Роберт Спитцер, который, кстати, является отцом психологии в Америке. Я не знаю, слышал ли ты о нем или нет, но он провел исследование на 200 гомосексуалистах. Он говорил с ними по телефону. И он вернул их сексуальную ориентацию на гетеросексуальную. Все они. И, очевидно, его раскритиковали за исследования. И он был вынужден отказаться и сказать, что мое исследование неполноценно. Но его результаты все еще есть. Что он на самом деле исправил 200 гомосексуалистов. Но на него оказали большое социальное давление, из-за которого ему пришлось извиняться, верно? И касательно этой темы есть много книг. Например, книга «Мои гены заставили меня сделать это», которую написали два ученых-биолога. Научные исследования показывают, что это неврожденная вещь. Потому что это проявляется у одного близнеца, но не проявляется у другого идентичного близнеца. Если бы это было генетическое или социальное. Потому что они выросли в одной семье. И они родились с очень похожей генетикой. Это одинаковые близнецы. Но все равно один из них гомосексуалист, а другой нет. Так что я бы сказал, что наука противоположна твоему взгляду. Даже современная наука, хотя общественное мнение изменилось, но современная наука все еще против того, что это что-то генетическое или что-то врожденное. Я верю, что это выбор. Я также верю в то, что сексуальность в целом изменчива. Это не то, что человек всегда нормальный натурал. Хорошо. Давай зададим вопрос об этом. Возможно, я даже не задавал этот вопрос раньше. Но ты говоришь, что ты сейчас мужчина. Да. Так ты можешь определить, что такое мужчина? Тебе задавали этот вопрос раньше? Да. И мне много раз говорили это. И это забавно. Потому что мне также задавал этот вопрос Равин. Хорошо. Это интересно. Хорошо. Он спрашивал, как определяется мужчина. Хорошо. И Равин, я вижу, что у тебя там есть звезда и треугольник. Это не имеет ничего общего с этим. Нет, это не еврейское. Но это татуировка, верно? Да, это татуировка. Это на самом деле что-то буддийское. Извини, что перебил тебя. Ничего. Да. Этот Равин сказал мне что-то, по сути, что происходит из 50-х. Что это работа мужчины, получить дом, получить работу. Но ты спросил его или он спросил тебя? Он спросил меня. Но он давал тебе ответ. Он дал мне ответ, когда я сказал ему, что мужчина это тот, кто может не только защищать, но и принимать защиту. Но это относится к каждому человеку? Каждому человеку. То есть это означает, что каждый человек это мужчина? Нет. Это означает, что каждый человек это его собственная личность. И каждый человек не такой, как другой. Если есть определение, которое применимо к любому, это сводит на нет цель определения. Потому что определение это то, что позволяет нам различать объекты. Так что, когда я говорю «вода» или говорю «огонь», я даю определение воды, которое состоит из водорода, кислорода, верно? Это называется водой. И когда я говорю «огонь», я имею в виду, что он состоит из топлива, окислителя, температуры и других элементов, верно? Так что на основе этого мы можем провести различия между элементами и жизнью. Это называется своего рода законом тождества или определением. Я не уверен, знакомы ли ты с этим. Но без закона тождества мы не сможем жить. Причина в том, что если мы начнем придумывать свои определения, к примеру, ты – это я, я – это ты, мы не можем разговаривать друг с другом, потому что тем самым я разговариваю сам собой. Это не имеет смысла, верно? Так что тождество или закон тождества проводит различия между объектами. И на его основе мы можем определять вещи и жить на этом. Так что, возвращаясь к этому, определение мужчины должно отличаться от определения женщины. Потому что мы и общество с начала времен рассматривали их как разные вещи. Так что, если это определение данное мужчине применимо точно так же к женщине, то оно не работает как определение. Так что такого мужчина? Об этом интересно подумать. Я никогда не думал об этом таким образом. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Хорошо. Поэтому мы, мусульмане, скажем, что гендер, который у тебя есть, если хочешь использовать этот термин. Потому что очевидно, что пол и гендер одно и то же с точки зрения ислама. Да. Так что, если ты родился в физическом теле мужчины, или ты родился в физическом теле женщины, это то, что определяет, кто ты – мужчина или женщина. Вот как мы смотрим на это. И это очень просто. Потому что, когда они хоронят тело умерших людей, они будут хоронить на основе анатомии, верно? Да. В большинстве случаев. И вот почему они говорят – мужчина или женщина – на основе того, кем они родились. Итак, мы говорим это очень просто. Мы говорим, что Аллах или Создатель не совершает ошибок. Ты сказала, что веришь в Бога. Да. Ты веришь, что Бог совершает ошибки, противоречия или Он всезнающий? Нет. Но я верю, что Бог помещает тебя в испытания. Нет, нет. Это круто. Мы согласны. Да. Имеет смысл. Но ты бы сказала, что это Создатель, Бог, не совершает ошибок. Верно. Хорошо. Отлично. Так что, если Бог не совершает ошибок, мы бы сказали, на основе этого мы не можем говорить, что кто-то родился мужчиной в теле женщины или родился женщиной в теле мужчины. Поэтому, если ты скажешь это, это означало бы, что Бог совершил ошибку в этой конкретной вещи, верно? Кто-то может верить в это. Мы говорим, что подобное происходит в обществе. Но как мусульмане с точки зрения ислама, по сути, это означало бы или указывало бы на то, что Бог не знает, что Он делает. И Аллах говорит в Коране, «Алладзи ахсана кулеша ин халка» Он тот, кто усовершенствовал все, что сотворил. «Вабада ахалка аль инсаны ментин» И он сотворил людей из вещества, подобной глине. Верно? Имея в виду Адама. Итак, это описание Корана, что Аллах усовершенствовал все, что создал. Поэтому нет никаких ошибок, нет никаких погрешностей. Итак, ты сказала, что ты полагаешься на мораль. Давай вернемся к началу. Так что, такова наша позиция по этим вопросам. Я объясню тебе причины, по которым у нас есть эти позиции. Вот почему они имеют совершенный смысл. И они соответствуют учению Корана. Потому что все, что есть в Коране, совершенно основывается на этом. Потому что это от Бога. И вот почему ты видишь, что это имеет смысл. И есть доказательства этому. И это подкреплено здравым смыслом. Потому что это от Бога, это не от меня, правильно? Так что теперь вопрос в том, если ты основываешь свою мораль на Коране и веришь в Бога, каково описание Бога, в которого ты веришь? Веришь ли ты, что Бог забывает, сожалеет, устает? Эти атрибуты. Или ты веришь, что Бог это существо всемогущественно не забывает. Поэтому он не нуждается в напоминании и не сожалеет ничто из этого? Я верю, что он не забывает и не сожалеет. Но я верю, что он также прощает. Нет, мы также верим в это. Так что мы в этом согласны. Коран начинается в начале каждой главы. Мы говорим во имя Аллаха Милостивого и Милосердного, правильно? Так что так начинается Коран в каждой главе. И в первой главе ты говоришь это дважды. Ты говоришь во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. А затем ты говоришь снова ар-рухмана ар-рухим. Снова во втором стихе, верно? Так что милосердие является неотъемлемой частью ислама. Также справедливость. И также наказание для тех, кто этого заслуживает. Для тех, кто творит зло. Так что в исламе мы смотрим на всё в равновесии. Так что Аллах, как говорится в Коране, «Ода аль мизян». Он поместил равновесие в весы. Хорошо? Это относится к весам судного дня, но также относится к творению. Всё усовершенствовано. Всё создано в точной мере. Это то, во что мы верим. Хорошо? Да. Так что, если это имеет смысл для тебя, эти учения, которые я тебе рассказал, насчёт того, что Бог сожалеет, Бог забывает, это всё библейские учения. Так как кто-то может сказать, «Знаешь, что вся мораль ислама имеет совершенный смысл? Я верю в Бога. Я верю во всё, что говорит Коран. И я не верю в учения Тория. Но я иудей». Какой смысл это имеет для тебя? Я понимаю, что среди раввинов есть те, кто отнеслись к тебе хорошо. Я понимаю, о чём ты говоришь. Я понимаю, что раввины очень терпимы. Но есть много мусульман, которые поймут твоё положение. Я понимаю, что среди мусульман есть некоторые глупцы. Я говорю это, потому что я мусульманин. Я буду ясно говорить об этом на улице. Иногда эти глупые мусульмане могут оттолкнуть людей от религии, вместо того, чтобы принять их правильным образом и прояснить эти моменты, как ислам учит этому. Но я бы сказал, что их поведение не означает, что сама религия неправильная. Они относятся грубо. Да. Но также ты можешь пойти к другому раввину, который является ортодоксальным раввином. Он, вероятно, расскажет тебе все те вещи, которые ты не хочешь слышать. Да, он расскажет тебе о Содоме и Гаморе и о том, что там произошло. Обо всём этом верно. Он не скажет тебе того, что ты хочешь услышать. Есть разные люди. Ты можешь пойти к проповеднику, ты можешь пойти к другому христианину сегодня. И он расскажет тебе другие вещи. Здесь на церквях даже есть флаги ЛГБТ, верно? Так что это просто зависит от того, куда ты пойдёшь. Это не значит, что сама религия правильная или неправильная. Но ты следуешь учению ислама. Вот что я говорю. Ты веришь в мораль ислама, ты веришь в учение ислама. И я говорю, исходя из этого, не будешь ли ты считаться мусульманкой? Да, хорошо. Так почему бы тебе не считать себя мусульманкой и не жить так? Честно говоря, я не знаю. Хорошо. Когда ты говоришь, почему я не считаю себя мусульманкой, я понимаю это. Потому что в Торе есть очень много вещей... Абсолютно. Очень жестоких. Да, это жёстче. Да, это жёстче, чем всё, что ты найдёшь в ислама. Да. Люди очень сильно используют это в своих интересах. Да-да, безусловно. Количество людей, которые пытались помешать мне просто освещать определённые вещи. Да. Потому что, о, ты не можешь закрыть звезду Давида. И я чувствую, что они используют звезду Давида как символ ненависти. Да-да-да. Так вот, дело в том, что особенно, когда дело касается ЛГБТ-сообщества и всего этого, когда дело касается учений иудаизма, они гораздо строже. Вот что я говорю. Даже в этом, даже в этом. Они гораздо строже, чем ислам, когда дело касается этих вещей. Так что я бы сказал, что не имеет смысла для человека из этого сообщества говорить, знаешь, я уйду из ислама, потому что, возможно, у меня есть проблема. Хотя ты не говорила этого. Скорее, у тебя просто не было хорошего опыта общения с мусульманами, с которыми ты встречалась. Что я надеюсь скоро исправиться. Да, я порвала общение с ними. Нет, это хорошо. Так что я бы пригласил тебя вернуться в ислам. Честно говоря, потому что, как ты сказала, Аллах прощающий. Поэтому мы верим, что Аллах прощающий и милосердный Создатель. И дверь ислама всегда открыта для тебя. И даже если кто-то продолжает делать что-то определенное, что считается, например, грехом, это не выводит тебя из ислама. Поскольку, вероятно, ты уже осознаешь это. Да. И ты уже знаешь, что такое шахада, я предполагаю. И ты уже знаешь, как молиться. Так что это на тебя. Так что тебе решать. Если ты хочешь вернуться в ислам, мы приветствуем тебя. Мы приглашаем тебя вернуться в ислам. И мы будем рады помочь тебе. Ты знаешь, я не из США. Я здесь всего на пару дней. Поэтому я могу связать тебя с моими братьями там. Если тебе нужна помощь или что-то в этом роде, я уверен, что у тебя есть шанс. Да, прошу. Да, конечно. Так что ты хотела бы снова произнести свою шахаду? Или что ты хотела бы сделать? Это на твои усмотрения. Который сейчас час? Это хороший вопрос. Сейчас шесть или семь. Я все еще свободна. Хорошо, без проблем. Поэтому я бы хотел, чтобы ты прочитала, поразмышляла и подумала о том, о чем мы говорили сегодня. И если ты захочешь вернуться в ислам в любое время, добро пожаловать. Я свяжу тебя с моими братьями и сестрами там. Моими братьями в данном случае. Они свяжут тебя с кем-нибудь. И если у тебя есть какие-либо вопросы, ты можешь их задать. У тебя есть какие-либо вопросы ко мне сейчас? Нет, на самом деле ты ответил на многие мои вопросы. Без проблем. Я ценю это. Просто из-за уважения к тебе я не пожимаю руку. Потому что ты родилась девушкой. Просто с точки зрения ислама. Я ценю это. Нет, нет, не волнуйся. Надеюсь, ты не считаешь это оскорбительным. Вовсе нет. В исламе мы верим, что женщина драгоценна. Мы верим, что когда что-то драгоценно, его не может касаться каждый прохожий. Даже когда ты идешь в ювелирный магазин, тебе не позволено трогать эти украшения, когда тебе захочется. Верно? И также мы не трогаем то, что не принадлежит нам. Например, если женщина моя жена, конечно, я могу трогать ее. Конечно, мужчине я пожимаю руку. Это не имеет ничего общего с каким-то конкретным человеком, верно? Это просто общие правила уважения. Я надеюсь, ты понимаешь. Это относится ко всем. Точно. Для всех. Я ценю это. Большое спасибо. Позволь мне соединить тебя с одним из братьев. Аль-Саляму алейкум, братья и сестры. Подписывайтесь на наш Бусте. Я публикую там видео без рекламы. И они открыты для всех, кто хочет смотреть. Так что подписывайтесь. Иншалла, в этом будет польза для вас. Ссылку я оставлю закрепленным комментарием.